Добро пожаловать! Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Мы остановились на четвертой главе. И прежде чем мы продолжим наше изучение, давайте повторим, о чем мы говорили на предыдущих лекциях. На самом первом занятии мы закладывали фундамент для нашего изучения. Мы пытались понять Павла, больше узнать о Тимофее и о ситуации в городе Ефесе, в котором он жил. И мы углубились в исторический контекст, чтобы заложить фундамент, на котором будет строиться все наше понимание первого послания к Тимофею. Сделав это, мы приступили к изучению самого текста послания. И основная цель написания этого послания к Тимофею состояла в следующем. В церквах в Ефесе появлялись лжеучителя, которые приходили в Ефес. И учили тому, что слегка, а иногда очень сильно отличалось от того, чему учил их апостол Павел о Евангелии Иисуса Христа. И Павел призывает Тимофея, ты должен решить все эти проблемы. В церкви появляется хаос, в церкви появляются разделения, потому что люди идут вслед различных учений, идут различными путями. Но вместе с этим он поднимает и другие вопросы. Он пишет Тимофею как к другу, как к своему протеже. Он называет его сыном по вере. Считается, что не Павел привел Тимофея к вере, но тем не менее он играл важную роль в духовном становлении Тимофея. Тимофей сопровождал Павла в различных поездках в разные места, но затем он был оставлен в Ефесе, чтобы развивать служение там, взращивать те церкви, которые возникли в этом месте. И вот кроме вопроса о лжеучителях, Павел в этом послании затрагивает и другие вопросы, которые важны для служения в церкви. Он призывает мужчин воздевать святые руки к небу, свидетельствуя о своих взаимоотношениях с Богом. Он обращается к женщинам и говорит, «Пожалуйста, не нарушайте порядок во время богослужений. Мы рады, что вы здесь. Мы рады, что вы можете учиться. Но не мешайте богослужению». То есть были вопросы поклонения, которые Павел посчитал нужным поднять. Затем он описал требования для епископов и дьяконов, заложив фундамент для того, каким должен быть служитель церкви. И на нашем последнем занятии мы разбирали текст из послания, который содержит предупреждение Павла. Тимофей, послушай, в последние дни все только ухудшится. Ты сам должен быть к этому готов. И ты должен подготовить людей, чтобы они пошли за тобой туда, куда Иисус Христос их ведет. И вот освежив все это в памяти, давайте немножко отличемся и попытаемся использовать свое воображение. Вот представьте на мгновение, что вы Тимофей. И вот такая картина. Раннее утро. Солнце лишь начинает сходить. Вы Тимофей. Вы просыпаетесь, встаете с кровати и говорите, «Ах, неужели опять надо вставать? Я так устал! Как бы я хотел, чтобы Павел был здесь!» Но вот Тимофей встает, одевается, идет на кухню, где его ждет завтра, какая-то еда, и он думает о том, каким будет предстоящий день. Он начинает анализировать свою жизнь, все те трудности, с которыми приходится сталкиваться, со здоровьем проблемы. И он так соскучился по своему другу Павлу. И вот он садится за стол и начинает понемногу есть, берет стакан воды, чтобы запить, и чувствует, как заболевает его желудок. Но вместе с этим, садясь за стол, он достает свиток. Это послание Павла. И вот представьте, что вы Тимофей, и вы ищете слово ободрения. И вот вы открываете этот свиток, который, как я представляю, был запечатан, и начинаете вчитываться в текст. От каких-то слов на глазах появляются слезы. Тимофей начинает плакать, потому что чувствует себя слабым и недостойным. Но, продолжая читать свиток, он доходит до тех слов, которые несут в себе ободрение. И он думает, да, мой брат Павел знает меня, знает, как подтолкнуть меня, и он любит меня. Он умеет ободрить. И вот Тимофей сидит с этим свитком, потом берет его и говорит, «Павел, я не уверен, что я смогу». Тимофей по характеру застенчив, он интроверт, не уверен в себе. Я не могу этого сделать. Я просто не могу. Я не знаю, как это сделать. Павел, это ты лидер. Это ты сильный. Но я слаб. Но читая далее слова своего друга Павла, он читает, как если бы Павел сказал ему, «Ты можешь, Тимофей, и ты должен, той силой, которую наделяет тебе Иисус Христос». И вот сегодня мы подходим к первому посланию к Тимофею, четвертой главе, стихам с 11 по 16. И здесь мы видим наиболее личное, наиболее прямое обращение Павла к Тимофею во всем послании. И до этого Павел давал Тимофею прекрасные советы. Но в тех стихах, которые мы будем сегодня разбирать, Павел пишет Тимофею, «Ты должен сделать это. Ты должен это сделать». И вот сегодня утром, размышляя над этими стихами, я попытался посчитать, сколько повелений в них содержится. И если я правильно посчитал, то их десять. Подобно как родители говорят детям, «Ты должен сходить в магазин, ты должен убрать свои комнаты, ты должен читать Библию». Это повеления. И в этих стихах десять таких повелений. И на этом занятии я хотел бы, чтобы мы рассмотрели их, но не все по отдельности, а сгруппировали в пять категорий, отличительной чертой христианского служителя. Вы можете иначе сгруппировать их для себя, но я выбрал для себя четыре таких категории, четыре характеристики христианского служителя. Итак, давайте откроем Библии и откроем первое послание к Тимофею, 4 главу, с 11 по 16 стихи. 4 глава, стихи с 11 по 16. «Проповедуй сие и учи, никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. «Вникай в себя и в учении, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вы заметили, что здесь содержатся конкретные указания, что должен делать Тимофей? Павел пишет, «Тимофей, ты должен делать это, должен делать это». Вот позвольте мне сгруппировать эти указания. И первое качество христианского служителя состоит в том, что он порядочен. Само слово «порядочность» отсутствует в тексте, но именно им я вхарактеризовал бы 11 и 12 стихи. И позвольте мне объяснить, что означает слово «порядочность». Оно означает «здравость», «цельность». В кораблестроении есть такой термин «целостность поверхности дна корабля», то есть что в нем нету никаких трещин, отверстий, нету возможности для воды протечь внутрь, то есть дно корабля целостно. Или если вы когда-либо летали на самолете, вот чтобы попасть сюда, в Россию, я должен был лететь на самолете, то фюзеляж самолета также обладает целостностью, то есть в нем нету отверстий, потому что если бы были отверстия или трещины, то самолет от давления просто разломится на части. И когда Павел пишет Тимофею, что он желает, чтобы Тимофей обладал этой порядочностью, то он имеет в виду, чтобы его жизнь была целой, полной. И говорит об этом он в первых двух повелениях. «Проповедуй сие и учи». Тимофей, не будь застенчивым. Когда ты посещаешь церкви, когда ты встречаешься с людьми, ты должен учить их, как им поступать. Ты должен учить их, как им верить. Вы помните наше утверждение, которое мы повторяли неоднократно? «Вера определяет поведение». Тимофей, скажи им, во что верить. Скажи им, чему учат Евангелие, чему учат Писание, и как они исполнились в Иисусе Христе. И Павел повелевает ему учить. И далее, в 12 стихе, он дает еще одно повеление, которое хотя отличается, но все же говорит о целостности. «Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте». Мы точно не знаем, сколько Тимофею было лет. Кто-то предполагает, что ему было около 35. И в иудейской культуре, когда вам исполняется 30 лет, вы становитесь мужчиной. Поэтому и высказывается предположение, что ему где-то за 30, может быть, 35, может быть, 32. Но он достаточно молод, потому что, когда он посещает церковь, на него смотрят свысока. «Ты слишком молод, чтобы нас учить. И как ты можешь знать ответы для нашей церкви? Мы здесь уже давно. И город наш древний. И хотя церкви наши молодые, но вот Павел, да, его мы уважаем, он старец. А ты...» И Павел говорит Тимофею, «Не позволяй людям смотреть на тебя свысока из-за твоей молодости». И пускай это послужит ободрением всякому из вас, кто еще молод, но горит желанием служить в церкви. Если вы молоды, это не означает, что Бог не может вас употребить. И вот что имеет в виду Павел, когда он пишет Тимофею, «Так как ты молод, то ты должен быть образцом в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Тимофей, одними словами их не убедить, но они посмотрят на твою жизнь и скажут, «Ага, не к чему придраться». Помните наше изречение, «Вера определяет поведение». И если вы хотите понять, во что кто-то верит, посмотрите на его поведение. Тимофей, если люди посмотрят на тебя, как ты живешь и во что ты веришь, и все последовательно, и все последовательно с Евангелем, они поймут, что ты духовно зрелый молодой человек, и тогда они будут слушать то, чему ты учишь. Вера определяет поведение. И люди смотрят за твоим поведением, прежде чем будут доверять тебе, во что ты веришь. И мне нравится то, к чему Павел его призывает. В слове. Тимофей, когда ты говоришь, и речь не идет не только о словах, но и о том, как слова произнесены. Вы когда-либо оказывались в неприятностях из-за вашего языка? Я оказывался. Иногда дело в словах, и когда я их произношу, я сразу понимаю, «Мм, что я наделал?» «Зачем я это сказал?» То, что я говорю своей жене, то, что я говорю своим детям, или маленькой Саше, когда Саша меня огорчает, я говорю, «Саша, иди в свою комнату». И ей надлежит идти в свою комнату, но тот тон, с которым я это говорю, слишком грубо. Иногда люди в моей церкви, я стараюсь быть хорошим лидером, хорошим пастором, но иногда люди меня настолько огорчают, что я внутри вынужден сдерживать эмоции, как говорится, прикусить язык, чтобы не сказать лишнего, потому что, если я скажу лишнее, то я стану препятствием для Евангелия Иисуса Христа. Тимофей, в твоей церкви люди спорят, люди занимаются различными баснями, но ты, когда ты будешь говорить, будь образцом в Слове, чтобы Иисус Христос отображался в тебе. И если они не могут найти изъяна в твоей личной жизни, то они не смогут найти изъяна в том, чему ты учишь. И следующее, чему учит Павел Тимофея, ты должен быть образцом в жизни, то есть поведении, не только в том, что ты говоришь, но и как ты живешь. Вот, например, Тимофей идет на рынок для того, чтобы купить себе продукты или, может быть, какую-то одежду, и люди наблюдают за ним, стараясь увидеть, есть ли в нем какая-либо непорядочность. И Павел пишет к Тимофею, «Тимофей, будь порядочен». Дальше он говорит, «в любви». И легче всего найти изъяны, в том, как люди любят. Знаете, иногда люди подходят ко мне и говорят, «Пастор Брюс, мне кажется, вы не любите меня. Мне кажется, вам все равно. Вы просто говорите, что мне надо делать». И знаете, я думаю, так и есть. Иногда мы можем делать правильные вещи, но без любви. А когда нет любви, то все послание теряет смысл. «И любовь Иисуса Христа должна проистекать из вас, потому что она в вас». И дальше Павел продолжает, «И в вере, насколько ты сам доверяешь, насколько ты сам уповаешь на Бога, Тимофей, люди будут смотреть за тобой. И если ты учишь их доверять, учишь их уповать, а сам в своей жизни, своими делами показываешь, что ты не доверяешь и не уповаешь, они не поверят тебе». И дальше он говорит, «Тимофей, в чистоте, будь осторожен». Сейчас необходимо вернуться к тому основанию, которое мы заложили. Вы помните, мы говорили о храме Артемиде, о храме Диане, и на этих выходных я читал исторические исследования касательно этого храма, и вот богиня Диана изображалась как женщина с несколькими грудями. Вот статуя, которую я видел, на ней 20 или 30 грудей, и она была символом плодородия, символом сексуальности. И в самом храме, и вокруг храма просветала проституция, причем все делалось во имя этой богини. Если вы хотите обрести милость богине Диане, то вы должны вступать в эти сексуальные отношения. И вот как мне кажется, что были определенные сложности, были определенные искушения касательно женщин в том конкретном обществе. И если Тимофей был молодым мужчиной, и причем не был женат, а как мы считаем, он не был женат, хотя мы точно не знаем, Тимофей, ты должен наблюдать за своими глазами, куда они смотрят. В Библии мы читаем о том, что наши глаза являются вратами нашего разума, а когда образ проигрывается в нашем разуме, то он находит путь в наше сердце. И именно это произошло с царем Давидом. Он увидел Версавию, и он начал думать про себя, «Я хочу ее», и он послал за ней, «Приведите ее ко мне». Ему говорят, «Царь Давид, мы не можем этого сделать, приведите ее ко мне». Нечестие проникло в его сердце и привело ко греху. Поэтому Павел абсолютно прав, что предупреждает Тимофея, молодого человека, вокруг которого столько разных искушений. Тимофей, ты должен быть осторожен в том, на что ты смотришь, и быть образцом в чистоте. И все это можно охарактеризовать так. Если я хочу быть благочестивым служителем, мужчиной или женщиной, то мне необходимо в своей жизни обладать порядочностью, целостностью, полнотой. И речь не идет о совершенстве. Было бы здорово, если бы мы были бы совершенны. Я несовершенен, вы несовершенны, и никто из нас никогда не будет. Мы освящаемся день за днем, каждый день. Но Павел говорит, должна быть порядочность. Должна быть целостность в нашей жизни, когда мы следуем за Христом. Итак, это первое — порядочность. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-tv-семинари.com И вот второе из стихов 13 и 14. «Мы служим теми дарами, которыми наделены. Мы служим Богу, служим в церкви, теми дарами, которыми Он нас наделил». 13 и 14 стихи. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Что мы знаем о Тимофее? Он был очень одаренным учителем. Но иногда, и мне кажется, у меня похожий духовный дар, люди наподобие Тимофея и меня, и опять же, у меня очень много похожего с Тимофеем. Мы смотрим на дары других людей и думаем, «Вот если бы я был такой, как он, или у меня были бы дары, как у нее, вот тогда бы я смог послужить Богу». Павел – благовестник. «И если бы я только мог быть, как он, так же приводить людей ко Христу, вот тогда бы я был бы полезен, или к кого-то дар гостеприимства, или милости, или если бы только у меня был бы дар даяни, я бы тогда бы жертвовал своим временем, своими силами, своими средствами, тогда бы это было бы угодно Богу. Но все совсем не так. Да, нам очень важно понимать, какими дарами Бог нас наделил. Павел говорит Тимофею, «Тимофей, посмотри, Бог сделал тебя учителем, поэтому учи, читай Писание, наставляй, учи людей, помоги им понять, во что они должны верить». В Писании описан один эпизод, когда Павел и Тимофей встретились 13-ю годами ранее, конечно, приблизительно 13-ю годами ранее. И уже тогда Тимофей проявлял свои дары. И возможно, он был учителем все то время, какое он был христианином. И вот говоря о своей жизни, оглядываясь назад, я вижу, что у меня всегда было желание, стремление учить. И говоря «учить», я подразумеваю вот что. Мне нравится брать сложные места и объяснять их, чтобы они были понятней. Первый раз, когда я преподавал в воскресной школе, я не знаю, есть ли у вас воскресная школа для детей в церкви. Я думаю, мне тогда было 13 или 14 лет, и в классе у меня были мальчики из 3-го, 4-го класса. Я не знаю, кто увидел во мне способность учить, но кто-то сказал «Брюс, мы хотели бы, чтобы ты преподавал у этих мальчиков 3-го, 4-го класса, это где-то 7, 8, 9 лет». И мне это понравилось. И когда я учился в школе, в колледже, в семинарии, у меня всегда было желание учить. И я даже вот что скажу, мне больше нравится преподавать, чем быть студентом в классе. Потому что мне нравится процесс изучения, мне нравится докапываться до чего-то, а потом делиться с этим, показывать, как можно применить это. И я говорю об этом, потому что, по сути, это то, что Павел говорит Тимофею. Тимофей, не пренебрегай теми дырами, которые у тебя. Не желай что-то еще. Служи тем, чем Бог тебя наделил. И разве ты не помнишь? Разве ты не помнишь, как это было подтверждено, когда группа старейшин собрались вокруг тебя и возложили руки на тебя? И Бог хочет, чтобы ты учил. Тимофей, используй дары, которыми Бог тебя наделил. И вы можете сказать, но я не знаю, какие у меня дары. Я не знаю, какими дырами Бог меня наделил. Может быть, вы еще молоды, может, вы только начали христианский путь, и вы не знаете своих даров. Может, вы уже долгое время христианин, но все равно не знаете свои дары. Позвольте мне дать вам такой совет. Если бы у меня было возможно задать вопрос, то вот что я бы спросил. что вам нравится делать для Господа и что вам не кажется бременем или работой, что доставляет радость или удовольствие вам. и это может быть вашим даром. В зависимости от того, как вы толкуете места Писания, список духовных даров может быть где-то от 18 до 25. Вы можете сами попытаться разобраться в этой теме. Я знаю, что планируется записать целый курс на тему духовных даров, и если эта тема вас интересует, вы можете пройти этот курс. Но самый простой путь это задать себе вопрос, какое служение я делаю с радостью? Какое служение дается мне с удовольствием? Для меня это преподавание. Для меня это как дыхание. Возможно, вы скажете, ну мне нравится, когда к нам домой приходят люди. Может быть, у вас дар гостеприимства. Может, кто-то скажет, мне нравится говорить людям об Иисусе Христе. Это как дыхание для меня. Кто-то скажет, что вот когда у меня в кармане появляются деньги, я вижу нужду, я спешу поделиться, поделиться средствами, поделиться временем. Возможно, у вас дар даяния. А кто-то может скажет, всякий раз, когда возникает потребность в лидере, то у меня получается повести за собой людей. Может, у вас дар лидера? Или кто-то скажет, всякий раз, когда я слушаю счету учения, то я сразу замечаю, где он говорит неверно. Может, у вас дар развлечения или дар мудрости? Я думаю, что каждый, кто слушает нас сегодня, должен задуматься, а чем меня Господь наделил? Какой меня дар? И первое, что вы должны сделать, задаться вопросом, а что я делаю, что дается мне с удовольствием, легко, естественно? А затем сделайте вот что. Спросите кого-то еще. Спросите своего друга, спросите того, кто рядом с вами в христианском служении, спросите, вы знаете меня, и вот список духовных даров, упомянутых в Библии, что-нибудь характеризует меня? И вам скажут, ну, конечно, вот это у тебя есть, и это... И третье, что вы можете сделать, пробуйте. Если вы можете определиться только с одним даром, не переживайте, пробуйте. Ищут преподавателя в воскресной школе, вы думаете, может быть, я не получится, но я попробую. Или вы слышите, что планируется благовестие, и вы думаете, ну, я не знаю, есть ли мой дар благовестия, но я попробую. Или планируется провести детский лагерь, и вы думаете, ну, я не знаю, я не пробовал работать с подростками, но я попробую. Поэтому такой вам совет, пробуйте различные служения, экспериментируйте, пробуйте. И будет какое-то служение, а может быть, не одно, когда вы скажете, мне это понравилось, это здорово, я мог бы этим заниматься постоянно, а будет что-то, что для вас чрезвычайно тяжело. Вот знаете, если честно, есть специальные анкеты, опросники для определения духовных даров, и знаете, в чем я хуже всего по этим опросникам? В вере. И меня нельзя назвать мужем великой веры. Знаете, я из такой немецкой семьи, где нужно работать, усердно работать, все свои проблемы решать самому, и мне не так-то просто доверять. И второе по сложности, благовестие. Нравится ли мне учить? Конечно. Но легко ли мне подойти к человеку, скажем, к девушке, и спросить, позвольте рассказать вам об Иисусе Христе? М-м-м, трудно. У меня это просто не получается. И у меня были возможности, когда я летел на самолете, со мной сидели попутчики, и у меня были побуждения поделиться об Иисусе Христе с ними, но если честно, я так и не решился. И тогда уже сам Бог направляет разговор так, чтобы появляется возможность. Вот несколько лет назад я летел из Москвы в Амстердам, и рядом со мной сидела очень красивая девушка. Она читала журнал, а потом мы как-то разговорились, и как-то разговор перешел на Библию, и ей стало интересно. У меня была возможность ей многое рассказать. Я подарил ей свою Библию, мы обменялись адресами электронной почты, и мне представляется, что она такой младенец во Христе. И вот на протяжении этих лет мы пару раз переписывались, и несмотря на то, что у меня нет дара благовестия, Бог несколько раз открывает двери, дает возможности, и это чудесно. Итак, мы уже перечислили два качества верного служителя. Первое — это порядочность, и второе — это служение теми дарами, которыми Бог наделил. И третье качество служителя — это посвящение. Об этом мы читаем в 15 стихе, где Павел пишет следующее. «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Не сдавайся, продолжай, будь настойчив. У тебя есть дар проповедника и учителя, поэтому занимайся этим. Позвольте привести такой пример. Вот в том городе, в котором я вырос, вот в нашем городе, в нашей школе, был молодой человек, который был очень одаренным баскетболистом. И в конце года в нашем штате проводится голосование и выбирается лучший игрок в баскетбол, и именно он был выбран таким игроком. Он был назван лучшим игроком в баскетбол в нашем штате. Это был 1992 год. Он учился в нашей школе, и когда он был в восьмом классе, в девятом, десятом, каждый год он был лучшим игроком в баскетбол. И в каждой игре он мог с легкостью забить 50 очков, если хотел. Но в то же время он был очень скромен, уважительно относился к другим игрокам в своей команде. Вместо того, чтобы забивать самому, он давал прекрасные передачи, играл в команде. И вот в конце года его команда выиграла национальный чемпионат. И вот после этой победы его выбрали лучшим баскетболистом в штате Северная Дакота, и мы были очень рады за него. И кто-то, смотря на него, говорил, «Но если бы у меня были такие дарований, как у него, то я бы тоже был назван лучшим игроком в баскетбол». Конечно, у него были природные способности, но многие люди не знали о том, сколько часов он проводил в тренировках. Каждый день он тренировался со своей командой, но затем он либо оставался после всех, либо приходил рано утром и работал над броском, оттачивал движения. И многие люди не задумывались о том, насколько усердно он тренируется, несмотря на те природные дарования, которые у него были. И Павел пишет Тимофею, что служитель определяется не только тем, какие дары у него есть, и Тимофей действительно одарен Богом, но тем, насколько он посвящен. Павел пишет Тимофею, «Не сдавайся, будь настойчив, иди до конца, и без труда не добиться успеха». И он пишет ему, «Дабы твой успех для всех был очевиден». И здесь, в 15 стихе, он использует военный термин. Этот термин обозначает полководца, который ведет за собой в бой, прорывает оборонительные ряды неприятеля и одерживает победу. Тимофей, я хочу, чтобы ты настолько был посвящен и усерден, чтобы ты использовал те дары, которые у тебя есть, шел вперед и побеждал неприятеля, чтобы люди видели твой рост. «Тимофей, ты еще молод, и этого не скроешь, и люди, смотря за тобой, должны видеть, что ты порядочен, что ты служишь теми дарами, которыми наделен, и что ты посвящен». И тогда они скажут, «А может, и нам последовать за тобой?» Может быть, он может учить тому, во что нам верить. Поэтому, задавая вопрос, какие у вас дары, я задам еще один вопрос, «А в чем вам нужно больше посвящения?» В каком служении вам необходимо больше усердия? О четвертом качестве говорится в 16 стихе. Итак, мы говорили о порядочности, о служении дарами, которыми мы наделены, о посвящении, но есть еще одно. Я называю это балансом. Об этом записано в 16 стихе, и это ключевой стих во всем послании. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь из слушающих тебя». Павел пишет, «Тимофей должен быть баланс между твоей личной жизнью и между учением». Нельзя иметь одно без другого. Нужно и то, и другое. И должен быть баланс. Наблюдай за своей жизнью, Тимофей. На что ты тратишь время? Как заботишься о своем здоровье? Как общаешься с людьми? Чем занимаешься в свободное время? Что учишь? Что читаешь? Тимофей, пожалуйста. Но вникая в свою жизнь, занимайся еще кое-чем. Занимайся вниканием в учение. Не оклоняйся сам с этого пути. Лжеучителя будут приходить, Тимофей. И если они придут и начнут учить, и ты станешь задумываться над их учением, а может, они правы? А может, Павел ошибся? Тимофей, вникай в учение. И один автор сказал об этом так. Правильное учение без благочестивой жизни ничего не значит. Но благочестивая жизнь без правильного учения невозможна. Я повторю. Верное учение без благочестивой жизни ничего не значит. Но благочестивая жизнь без правильного учения невозможна. Нам нужно и то, и другое. Наша жизнь и то, во что мы верим, наше учение, доктрины, должно соответствовать друг другу. Поэтому, Тимофей, качество благочестивого служителя, тут можно говорить о четырех заповедях. Тимофей, пожалуйста, будь порядочным во всем. Пусть тебя отличает здравость, цельность. Тимофей, служи теми дарами, которыми ты наделен. Пробуй, разное служение, но мы уже знаем, Тимофей, что ты наделен даром учительства. Третье, будь посвященным. Служи теми дарами, которыми Бог тебе наделил, и не сдавайся, не переставай. И четвертое, Тимофей, пусть твоя жизнь и учения согласуются друг с другом. Если чем-то пренебрегать, то нарушается баланс, и можно потерять как духовное здоровье, так и физическое здоровье. Но, Тимофей, ты лидер в этих церквах. Ты должен следить за собой. Вот мы перечислили эти четыре качества, и теперь подумайте, может быть, в чем-то вы сильны, а в чем-то может быть слабы. Может, кто-то из вас еще молод, и вы только недавно начали служить в церкви, и вам еще трудно определить свое место, но, допустим, эти критерии вам помогут. Помогут найти ваши дары, помогут определить ваше призвание и место в церкви. А может, вы посмотрите на свою жизнь и поймете, что нарушен баланс. Я люблю Бога всей душою, но в моей личной жизни такой беспорядок. Или наоборот, в жизни все в порядке, в семье все хорошо, на работе все хорошо, но я плохо представляю, во что я верю. Вникай в себя и в учения и занимайся с ним постоянно. Поэтому я призвал бы вас посмотреть на свою жизнь и определить, какие у вас слабые места. И здесь мы прочитали конкретные повеления, обращенные к Тимофею в послании апостола Павла. И вы можете применить их к себе, к своей жизни. И на этом мы заканчиваем изучение 4 главы. Сейчас будет короткий перерыв, и когда мы вернемся, мы рассмотрим другие указания апостола Павла, касающиеся разных групп в церкви, но поговорим об этом после перерыва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok